День веков хронограф Программа День веков хронограф Поздравляет всех наших телезрителей, родившихся в этот день И желает вам крепкого здоровья, счастья, всего самого доброго 7 декабря в разные годы и века родились Лоренцо Бернини, итальянский скульптор, художник и архитектор Создавший произведения Аполлоны Дафна, Давид и похищения Прозерпины И Теодор Шван, немецкий биолог, основатель клеточной теории Пьетро Маскани, итальянский композитор, написавший произведения Сельская честь И Александр Воскресенский, российский химик Александр Бакулев, российский хирург, организатор и первый директор Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук И Екатерина Фурцева, министр культуры СССР Константин Скрябин, российский врач, основатель гельминтологии И Александр Феклистов, российский актер, известный по фильмам Плюм-бум, батальоны просят огня и пиры Валтасар Иоганн Нестер, австрийский драматург и комик, снявшийся в фильме Свобода в Гривинкеле И Петр Вильяминов, российский актер, известный по картинам Пираты 20 века, Вечный зов, Возвращение резидента Сегодня 7 декабря, вы смотрите программу День веков хронограф В этот день в мировой истории произошли следующие события В 1431-м в Париже английский король Генрих VI был коронован Как король Франции В 1678-м французский исследователь Америки Луи Эхенепен Открыл Ниагарский водопад И в 1718-м Петр I издал указ о проведении знатию ассамблеи В 1769-м Екатерина II учредила орден Святого Георгия И в 1787-м Делавер стал первым штатом Соединенных Штатов В 1835-м была открыта первая немецкая железная дорога между Нюрнбергом и Фюртом В 1905-м в России была отменена предварительная цензура И в 1934-м в СССР была отменена карточная система на хлеб, муку и крупу В 1949-м Хрущев был назначен первым секретарем Московского горкома партии И в 1970-м ФРГ признала послевоенные границы Польши Сегодня 7 декабря, вы смотрите программу День веков и хронограф Наше сегодняшнее путешествие мы начнем с событий, произошедших в Древнем мире 7 декабря в 43-м году до нашей эры был убит Цицерон Древнеримский политический деятель, оратор, писатель, происходивший из сословия всадников В политическую жизнь Рима он вошел как новый человек, всем обязанный своему ораторскому дару Его политическим идеалом было государство, сочетающее элементы монархии, аристократии и демократии И таким образцом Цицерон считал Римскую республику 3-го начала 2-го веков до нашей эры В политическую борьбу он вошел как вождь сената после убийства Цезаря Именно к этому времени относится сочинение его 14 речей «Филиппик» против Марка Антония Позднее Цицерон стал одним из создателей классиков латинского литературного языка Из его сочинений сохранились 58 политических речей против Кателины и Марка Антония А еще сохранились его 19 трактатов отчасти в форме диалога по риторике, политике, о государстве и о законах Практической философии, тускуланские беседы об обязанностях и по теоретической философии А также свыше 800 писем, являющихся источником сведений об эпохе гражданских войн в Риме Кстати, в 63 году до н.э. находясь на посту консула Древней Римской Республики Цицерон раскрыл заговор Кателины, направленный на насильственный захват власти в республике В 43 году до н.э. Цицерон был объявлен врагом народа, как лидер республиканцев И казнен в числе первых жертв политических репрессий Антония и Октавиана Августа Сегодня 7 декабря, вы смотрите программу День веков и хронограф Мы продолжим наш рассказ о событиях, произошедших в российском государстве в давние времена 7 декабря в 1769 году Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия Святой Георгий на Руси издавна считался покровителем воинов, землепашцев и всей земли русской Георгий был воином в римской армии, отличился во многих боях и походах За свою стойкость в христианской вере он был подвергнут неслыханным мучениям За свою веру каждый раз воскрицал он и по воле Божией И одним из первых был причислен к лику святых Идея создания военного ордена имени святого Георгия принадлежала Петру Великому Но учрежден он был только в царствовании Екатерины II Орденом награждались боевые заслуги Заслужить его стало высшей честью для офицеров и генералов Для награждения нижних чинов в 1807 году Александром I был введен Георгиевский крест Кавалеры ордена получали права потомственного дворянства и пенсию С 1849 года имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные доски в Георгиевском зале Кремля России Все четыре степени ордена имели Кутузов, Барклайда, Толи, Дибич и Паскевич В 2000 году президентским указом Владимира Путина орден святого Георгия как высшая военная награда России был возрожден Им награждаются старшие и высшие офицеры за успешное проведение боевых операций по защите Отечества Завершившихся полным разгромом врага и ставших образцом военного искусства Орден святого Георгия имеет четыре степени Высшей является первая степень Награждение орденом святого Георгия производится только последовательно От низшей степени к высшей 7 декабря в 1820 году в Санкт-Петербурге по указанию Александра Первого Открылось первое в России Михайловское артиллерийское училище Оно было создано при учебной артиллерийской бригаде с целью подготовки офицеров, юнкеров и фейерверкеров Бывших до этого в учебных гвардейских ротах Позже был открыт прием юнкеров и фейерверкеров из вольно определяющихся в классы по особому для них экзамену Училище было рассчитано на 168 человек Из них в офицерские классы подпоручиков и прапорщиков по 24 человека В юнкерские классы портупей юнкеров тоже 24 человека Юнкеров и фейерверкеров 96 человек Учебный процесс вели 32 преподавателя Управляющим училищем был назначен генерал-майор Александр Дмитриевич Засятка Герой Отечественной войны 1812 года Изобретатель первых отечественных ракет Награжденный орденом Святого Георгия Третьей степени А первым командиром училища был назначен капитан Вахин Следует заметить, что в училище принимались юноши от 14 до 18 лет Из потомственных дворян Только здоровые и имеющие знания, соответствующие их возрасту На конкурсной основе по вступительным экзаменам С 1830 года в училище стали принимать так называемых пансионеров В царском указе говорилось Разрешено принимать к обучению детей дворян Генералов, офицеров, купцов Первой и Второй гильдии Одаренных способностями благонравных И без всякого телесного недостатка В сентябре 1849 года училище получило название Михайловского В память о великом князе генерал-фельцехмейстере Михаил Павлович Романове Который скончался в Варшаве Воспитанникам и офицерам на погонах, на эпалетах Было позволено иметь вензель М под короною Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok